Почему россияне едут умирать в Украину? Сколько гробов еще должно прийти в Россию, чтобы народ отказался от мобилизации и встал с колен? И насколько сильно влияет пропаганда на россиян? Об этом поговорим с психологом Дмитрием Поповым. Хотелось бы поговорить вот о каком странном феномене, на мой взгляд, а может он и не странный. Если мы вспомним самое начало полномасштабного вторжения, первых полгода, то Россия довольно легко находила добровольцев для этой войны. Записывались добровольцы в российскую армию, подписывали контракты и так далее. Но тогда было Киев за три дня, да сколько там то и Украины, там мы еще не начинали и так далее. Вот скоро уже подходит термин к двум годам этого полномасштабного вторжения. Люди уже прекрасно понимают, что война очень кровавая, тяжелая. Масса записей от мобилизированных, которые плачут на то, жалеются, что их бросают на местные штурмы и так далее. Но при этом многие россияне все еще идут в российскую армию, идут на смерть фактически. И хочется понять, почему это происходит, на ваш взгляд. Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Более того, даже есть алгоритм, который использует Российская Федерация. На мой взгляд, это много шадовка, которая работает сразу же в нескольких направлениях. Первое направление – это отключение основного российского общества от попытки сравнить себя с кем-либо. Что здесь я имею в виду? То есть мы знаем по статистике, что только 30% россиян, это в лучшем случае, имеют загранпаспорта. То есть 70% никогда не выезжали за пределы России. Ну, если выезжали, то в те страны по общерусскому паспорту, типа Грузии, Казахстана и так далее. То есть сравнить, как живут на Западе, я имею в виду европейский Запад, и в России, у них возможности у большинства нет. А тут очень важно еще понять, что телевидение постоянно говорит о том, что в Британии жесткий дефицит продуктов. Что во Франции люди не могут позволить себе принять душ один раз в неделю, потому что у них проблемы с горячей водой, поскольку у них нет газа и нефти. Вот эти все неправдивые информации о других странах, и более того, они постоянно работают над тем, чтобы сложить у россиян впечатление, что с каждым днем Россия живет все лучше и лучше. И тут даже если, допустим, у пенсионера пенсия вчера была в пересчете на доллар 100 долларов, сегодня она уже 80, если в рублях она хоть чуть-чуть повысилась, все равно он живет уже гораздо лучше. В этом плане мне очень импонирует беспрецедентный шаг Северной Кореи, который распространил информацию о том, что Северная Корея стала чемпионом мира по футболу, в финале обыграв Бразилию со счетом 7-2. То есть вот я думаю, что Россия потихонечку катится к этому, то есть то, что Россия лучше всех, а на Западе все очень плохо. Это первый пункт, то есть убрать возможное сравнение с кем бы это ни было. Второй пункт, полностью убрать любые потоки информации и обеспечить свой поток информации. Кстати, во многих регионах России отменены ютубы, отменены фейсбуки, то есть у них там есть свой поток чемурашка какой-то или свой мессенджер, одноклассники, ВКонтакте. Ну и, конечно же, всеобъемлющее телевидение. По телевидению, во-первых, у них есть 60 минут ненависти, тут Орел вспоминается, он недоработал, у Орела всего двухминутка была, тут ребята 60 минут заливают. То есть 60 минут с Кобеева и со товарищи с экрана несут чушь про то, как весь мир люто ненавидит бедную и несчастную Россию и как весь мир собирается на нее напасть. Причем нападает и ежесекундно, и ежечасно. И вот этот поток информации позволяет добиться двух вещей. Во-первых, он позволяет отсечь какие-либо точки зрения и дать общий объем информации. И самое главное, получить при этом единомышленников. Почему? Потому что, когда со всех путевок несется «я русский» всему миру на зло, естественно, кровь русского начинает бурлить, и он начинает себя чувствовать властелином всего мира. То есть вот они получают такого эрзац образца гражданина, который готов идти и, не важно, что делать, убивать все это за Россию-матуру. Да, и теперь то, что касается непосредственно Украины, кроме этого всего, что я уже назвал. Да, вы правильно заметили то, что Украина, что там ее там за три дня, одной левой бровь поднимем, и мы еще не начинали, и можем повторить. То есть у них там терминология достаточно сильная. Проблема в том, что смогли навязать всей России образ того, что Украина, которая, в принципе, даже 5% территории России не занимает. То есть, ну, если сравнить по карте, то это вот совсем грустное зрелище там. Несчастная территория Украины по объему и огромная Россия. Более того, в России есть ядерное оружие, но тем не менее, русские верят, что вот Украина собирала все силы, чтобы напасть на эту великую Россию, да еще и с ядерным оружием. Это при условии, что в Украине далеко не самая лучшая ситуация с экономикой и с вооруженными силами, которая была на начало 22-го года. Это все потоки пропаганды, которые создают вот этот образ у русских, что они действительно являются, во-первых, лучшими, во-вторых, на них пытаются напасть, третьих, у них не с чем сравнивать, они живут все лучше и лучше. Кстати, в этом плане у Орелов было такое, что у них там суточная доза шоколада была, допустим, полплитки, потом стали давать четверть плитки, но при этом стали распространять сообщения по телевизору, что это лучше, чем вчера, а все, что было вчера, стали вытирать из всех источников. То есть через некоторое время жители Романа-1964 стали понимать, что они едят гораздо больше шоколада, чем это было вчера, хотя по факту это было ровно в половину меньше. И вот тут еще один важный алгоритм, который используют Путин и его клика, это вытирание истории и переписывание истории так, как это необходимо. В связи с этим создается несколько таких серьезных мыслеформ. Во-первых, это непогрешимость всего русского. То есть русские всегда побеждали, хотя это далеко не так. У России и Российской империи было масса поражений подчас ее истории. Даже та же самая битва Наполеон-Кутузов. Многие историки утверждают, что это было поражение русских. Почему? Потому что после этого Москва была захвачена и разграблена и сожжена после этого. Поражение России в японской войне, в русско-японской. То есть это вот только два ярких примера поражения в Крыму, когда был убит Нахимов и Крым был захвачен. То есть вот эта история вытирается. То есть Россия для русских это та страна, которая всегда и везде побеждает. Кроме того, создается непогрешимость не только всего русского, но и непогрешимость правительства. То, что делает Путин, он делает, ну и кто правит Россией, он делает все правильно. И, кстати, это подтверждают все. Но вот сколько я смотрю их опросов общественного мнения, все, несмотря на то, что масса грабов, масса проблем с экономикой, то, что Россия сейчас не выездная, то, что, как Харламов шутил с экрана, 130 стран закрыли въезд для русских граждан. При этом, при всем, они считают, что Путин все правильно делает, что Путин ведет Россию, поднимает ее, все поднимает и поднимает с колен, что весь мир просто ополчился. И поэтому Путин молодец. Ну и вытирая историю, и Путин это сам делает неоднократно, ведет к тому, что вот все, что произошло в это время на Западе, все какое-то ненастоящее и неправдивое. Например, мы знаем, что несчисленное количество раз англосаксы были союзниками Российской империи во всех войнах. То есть это Первая и Вторая мировая война, это Вторая мировая война. Но это вытерто. То есть сейчас для рядового россиянина Англосакс это извечный враг, который всегда и везде старался Россию каким-то образом задеть, убить. И даже тот ленд-лиз штатовский, благодаря которому, в принципе, Россия, ну можно сказать, Советский Союз, ну с хорошим процентом смог победить в этой войне. Потому что иначе не было ни тушенки, ни автомобилей, ничего не было. Ленд-лизм это все проставляет. Это тоже все забыл. И создание из Украины такого вот себе монстра, это тоже стирание истории. То есть, ну, во-первых, Украину придумал Ленин. Этот постулат у них живет до сих пор. Ну, а раз придумал Ленин, значит, это искусственное образование, значит, этой страны быть не должно в принципе. Кстати, этот продолжает до сих пор те нарративы, о которых Захарова все говорит. Вот совсем недавно она сказала. Это основной нарратив, что Украина все равно никогда не будет самостоятельным государством. И все равно это квазиобразование обречено на провал. То есть, они продолжают историю менять. Хотя Украина, в принципе, если поднять исторические данные, она была самостоятельным государством. И более того, ну, если брать ту же самую конституцию Филиппа Орлока, далеко не на заборках Европы была Украина. И был, да. Ну, вот смотрите. Все, о чем вы говорите, да, это создание вот такого образа. Вот мы самые крутые, самые сильные, самые могучие. Мы лучше всех. Но это классная история, когда человек сидит, не отрываясь возле телевизора. Когда ему не нужно непосредственно самому идти отдавать жизнь за эти идеи. Но почему россияне на это соглашаются? Почему они не соглашаются идти на смерть? Здесь включается вот та многоходовочка, о которой я говорил в начале, экономическая составляющая. Не секрет, что с экономически успешных регионов, ну, почему они успешные, потому что на них работает вся Россия, Москва, Петербург, Екатеринбург, на эти регионы вопросы мобилизации распространяются вот совсем не сильно. И даже среди пленных, там москвичи попадаются, там один на несколько сотен человек. И то не факт, что это именно москвичи с Москвы. Обрезая вот этот поток призывников, иммобилизованных с вот этих экономически успешных регионов, Россия обеспечивает то, что отсутствие возможности бунта вот в этих развитых регионах. Теперь почему другие пытаются, как вы сказали, идут на смерть? А дело в том, что все деньги инстанциированы вот в этих вот конгломератах более-менее успешных. Они действительно, если, допустим, сравнивать даже с Киевом, Москва выглядит, ну, очень успешным городом. Почему? Потому что вся огромная Россия на него работает. А если берем какой-нибудь заштатный курс Орел или Тулу, ну, я уже не говорю о Бурятии, не говорю о Япутии, то в этой ситуации у людей найти зарплату 40 тысяч рублей, на сегодняшний день это около 400 долларов. Это большая проблема. То есть снова по Краснодарскому краю был опрос общественного мнения, и там люди говорили о зарплате в 30 тысяч, 20 тысяч. То есть это 200-300 долларов. На эти деньги в России с их инфляцией выжить невозможно. А тут, представляете, по всем каналам и по всем путюгам идет реклама того, что как только ты зачисляешься на военную службу, у тебя сразу же единоразовая выплата 200 тысяч, это на минуточку 2 тысячи долларов сразу же. И после этого зарплата будет приблизительно в том же размере. И вот человек думает, блин, я здесь получаю 200 долларов, а тут я сразу могу получать ежемесячно 2 тысячи. Это подъем семьи, подъем всего. То есть это грубая покупка мяса для мясных штурмов, на которую россияне идут, потому что безысходный. Это я говорю вот об этих заштатных поездках. Вкупе с пропагандой оно работает вообще огонь. То есть оно работает как часы. И сюда же еще вливается и женское влияние. Очень умный ход был, когда россияне, российское правительство предложило вот эту ладу, калину, по-моему, в начале или приору, когда погибал солдатик, и женам давали вот эти вот белые машины. И они смогли это по всей России таким образом распространить. Что более того, женщины начали искать, и тоже такие факты есть. То есть одного похоронила мужа, что-то получила за него, быстренько ищет другого, чтобы его отправить на фронт. То есть человеческий ресурс, мужской ресурс, для женщины России стал источником экономического заработка. И это тоже подтверждается. Я не говорю, что это повсеместно, но это тоже подтверждается. Кстати, эту тему очень хорошо высмеяли великие с кварталом, когда там вот эта тванька разговаривает со своей Настей. И она все время говорит ему там, ну ты еще не умер, блин, ты еще живой, ну так мне помощь не дадут. На самом деле очень похоже с тем, что когда Золкин говорит с женами пленных, без самих пленных, то есть там подобные вещи проскакивают. И вот смотри, экономическая составляющая самого мужика. Кстати, вы помните этот рекламный акт, когда мужчина пожилой с долгами, и тут приходят три бравых человека с военкомата и говорят, твои долги будут решены. Вот мы гасим долги. Ипотека, и у твоей дочери появляется возможность учиться в университете. И гордый отец, одевая компьютер, идет умирать. Ну то есть вот картинка, которая позволяет, ага, вот я пойду, ну ладно, бог с ним, может быть я там и погибну, но зато я обеспечу просто сказочное будущее всем своим близким. Вот такая тоже многоходовочка, она тоже влияет. Есть ли у них такое ощущение, что беда может случиться со всеми, но не со мной, вот меня пронесет? Является ли это каким-то фактором для принятия решения? Ну, здесь давайте будем честными, этот фактор является рабочим для всего человечества. Я очень часто работаю с игроманами, и сейчас это, к сожалению, бич многих населения, и у игромана всегда мысль, я не проиграю, как все, есть информация, он может не проигрывать, со мной будет только хорошее, я только выиграю. Ну, а результат, как правило, один и тот. То же самое бывает с наркоманом, когда я вот немножко посижу, а потом я спрыгну. То есть я сильный, я смогу, я справлюсь. Это будет не со мной. Ну, и, конечно же, чем россияне лучше других? Они точно такие. Конечно, не прилетит в его кассетная бомба, мамик на него не сбросит гранату, конечно же, нет, это все с другими. Ну, а потом, когда оказываешься в мешке, уже, в общем-то, в пакете в черном. Уже и думать не приходится. Еще один такой аспект, и я замечал, что часто люди, которые попадают на фронт с российской стороны, говорят, ну, у нас не было выбора, вот за нами пришли, там пришла повестка, еще что-то. У нас нет выбора. Вот нас поставили перед фактом. Почему такая боязнь перед начальством? Почему есть некий фатализм во взглядах россиян? Я бы назвал это скорее не фатализмом, но это мое субъективное мнение, может быть, вы правы по поводу фатализма. Я считаю, что это рабство. Это рабская покорность. Именно население русскообразного, то есть белого населения Российской Федерации. Говорить о том, что там полицейские репрессии и полицейский режим закрученный и жесткое подавление любых каких бы то ни было инакомыслей, кроме снова Москва, Петербург и крупные центры, я не скажу. То есть там полиции тоже раз-два и обчелся. Возьмем пример Дагестана. Если вы помните, эти видео облетели весь мир. Когда дагестанцы, несмотря на тот же самый полицейский режим в стране, тупо поднялись на бунт и возле военкомата рассказали сотрудникам военкомата, кто они, почему они не пойдут на фронт и почему бы самим работникам военкомата сейчас бы не собраться и не пойти на фронт. И после этого, как ни странно, ну там еще были пикеты на автотрассах, и после этого призыв в Дагестане и в Чечне был как бы на какое-то время прекращен. Почему? Потому что люди поняли, правящие, что это грозит социальным бунтом. И тут вопрос может стоять у чужих. И здесь разница крови. То есть Кавказ, это всегда был горячий, мстительный, готовый принять самостоятельно решение и готовый это решение воплощать в жизнь. Поэтому, в общем-то говоря, вот эти черносотницы черкесские, они были, ну, одними из самых страшных спрошилок Российской империи. Еще совсем недавно Российской Федерацией спрошилка был и Кадыровец. Ну, слава богу, что украинцы смогли показать, что Кадыровец, это совсем не так страшно, он точно так же упаковывается в мешок, как и любой другой мобилизационный русский. Что касается русского населения, да, это рабы. Это рабы, которые, к сожалению, думают, вот эта вот расходная фраза, я ее много раз повторяю, потому что я много раз слышу. И более того, в переговорах со своими родственниками, когда я их еще и вел. Они говорят, царю виднее, царь примет решение. Именно вот я лексику не меняю. То есть люди избранного президента называют царем. А это значит, ну, а учитывая, что царь – это помазанник божий, для русской империи это всегда было, что это, ну, почти божество и какой-то дух святой. Поэтому оспаривать его решение и, более того, идти наперекор, ну, это совершенно невозможно. Еще раз, это касается православного русского населения. У мусульман и на Кавказе, и даже в некоторые регионы, которые граничат с Китаем и с Средней Азией, там все-таки немножко другое. Ну, вот смотрите, россияне имели выбор, да, то есть после распада Советского Союза они могли двигаться, как демократическое государство, и даже вроде бы первое время, как бы в том направлении двигались, и, но все равно зашли в авторитаризм. Откуда вот это желание, тяга россиян к сильной руке, к царю, к тому, чтобы ими управляли? Почему они, ну, фактически сами отказались от того, чтобы управлять самостоятельно своими жизнями? А тут все просто. Реально все просто. 70 лет Советского Союза на сегодняшний день. То есть Советский Союз приучил граждан к тому, что за них решение примут. Ваша задача – ходить на работу, получать зарплату, получить квартиру от государства и себе потихонечку жить. Питанием вы обеспечены, то есть любая попытка среднего класса, организации среднего класса или организации бизнеса в Советском Союзе, а бизнес – это самостоятельное принятие решений и самостоятельная жизнь, она категорически пресекалась, более того, еще и пресекалась с помощью уголовного кода. Мы с вами помним, что статья о спекуляции, а по сути это коммерция сейчас, она была в достаточно серьезными там сроках. И контролировалась государством вопрос траты денег, откуда деньги появились у гражданина. в результате гражданин в течение 70 лет, то есть это, будем говорить прямо, это порядка 4-5 поколений, было четко, что я винтик, и Маяковский, кстати, это еще начинал про винтик и рассказывать в своих стихах, что я винтик, я в общей системе, я работаю так, как мне скажут, и у меня при этом все будет. Вот эта идеология, она принесла плоды того, что мы получили вот это вот советское прошлое, и вот эти совки, они действительно имели влияние, как, безусловно, они совки, и на своих детей, они это распространяли. Единственное, кто выбивается из этого поколения, это поколение нулевых и конца 90-х. Вот это поколение выходит, потому что уже влияния советского союза не было. Но здесь вошло два других понятия, которые снова убили на корню возможность принять самозадаченное принятие решения самостоятельной самореализации. Это наркомания, алкоголизм, я говорю по России, который распространен повсеместно, и криминализация России. Что говорить, если шансон плотно занимает верхние строчки практически во всех рейтингах поп-минга. И как не увидишь какие-то записи, там везде шансон. И помните, мы с вами, по-моему, даже обсуждали, когда на детском садике там медведь выступал под песню, по-моему, Стоп мусоров в детском саду. Вот такие грустные картинки. Благодаря этому тоже нет возможности развиваться, нет ни социального, ни экономического лица в России, чтобы как-то воспитывать вот этот показатель среднего класса. Кстати, именно средний класс во Франции обеспечивает постоянные несогласия и высказывания этих несогласий с какими бы то ни было решениями правительства. Только потому, что человек сам себе думает, сам принимает решение и готов это решение отставить. Вот в России этого, к сожалению, нет. И хорошая новость. А в Украине это есть. Почему? Потому что Украина еще даже при Советском Союзе украинское хозяйство, личное хозяйство крестьянина в Украине, оно предполагало принятие решения и оно предполагало реализацию этого решения. И, кстати, даже до сих пор и в то время украинский крестьянин был наголову выше по своим экономическим показателям чем все, что есть в России. И даже Тихий дом, где украинский язык у Шолохова проскакивает неоднократно, там то, как жил средний казак, но это, по сути, помещик в Российской Федерации. А там казак это всего лишь свободный гражданин своей общины. Вот это очень важно. И поменяется ли философия вот этого раба и винтика в России на создание среднего класса? Я не уверен в будущем. Если мы вспомним Советский Союз, которым мы сейчас эпилируем, то даже несмотря на десятилетия тоталитарной системы, все же к концу 90-х эта система рухнула. И немалую толику в этот развал внесла афганская война, когда начала появляться информация, когда приходили гробы, и причем количество гробов было гораздо меньше, чем сейчас. Возможно ли, что в России тоже вот эти вот поток гробов с фронта приведут к некому сламу сознания? Особенно в депрессивных регионах, где там особенно-то и телевизор-то не надо смотреть, просто смотришь на улицу, разговариваешь с соседями и понимаешь всю правду. Именно туда идет наибольший поток гробов. Это к чему-то приведет или сознание уже настолько замылено, зашорено, что это бесполезно? Плохо я на это среагирую, потому что на мой взгляд на сегодняшний день это бесполезно. Я совсем недавно смотрел очень интересный сбор информации по Москве и по Санкт-Петербургу у блогеров. Вот блогер спрашивает у населения проходящего мимо. Ну, конечно, выборку я не знаю и говорить о том, репрезентативна ли она по всей России мне сложно сказать, но тем не менее каждый, кого опрашивали, имел, у него вопрос был «Вы знаете, у вас кто-то погиб в войне в Украине? Каждый говорит, что у него либо родственник погиб, либо в круге ближайшем общения есть погибшие». То есть погибшие уже вошли плотно в семьи Российской Федерации. И это пока не имеет никаких подвижек. Более того, даже несмотря вот там блогер провоцировал, он говорил «Вот скажите, вот есть погибшие, а ради чего они погибли и стоит ли нам дальше продолжать? И вы знаете, сто процентов этого же дурацкого населения они ответили «Да, ребята погибли, они герои, посмотрите, есть парты героев в школе, есть барельефы на стены, где герои учились, это все нужно, потому что это спасает Россию, это то, что для России необходимо». И, кстати, если говорить об афганской войне, там все-таки было отстраненность. И какая отстраненность? Все понимали, что Афганистан не угрожает России и Советскому Союзу. Там война шла против Соединенных Штатов Америки, хотя воевали это с Афганистаном, по сути. То здесь они воюют в Украине снова по пропаганде с непосредственными врагами Российской Федерации, которые готовы вот-вот, даже до сих пор вынашиваются, немедленно напасть на ядерную державу. Поэтому вряд ли большой поток гробов и еще очень важно поток коллег безруких, безногих, которых тоже сейчас, как видео показывают, особенно вокзалы церкви, большая масса этих инвалидов. Даже это на них не влияет, потому что это наши герои. И еще более страшно, когда вагнера возвращаются помилованных, они производят убийства достаточно резонансные во многих регионах России. И это не останавливает. То есть это герои, сорвался у него постформатическое стрессовое расстройство. Сорвался, бывает. А что тогда сможет переломать сознание россиян, чтобы они в конце концов увидели и осознали правду? Есть ли что-то такое, что способно запустить этот механизм? Ну, я вижу два этих механизма и надеюсь, сейчас, наверное, я буду говорить больше как конспиролог, потому что не работает. Это экономический обвал Российской Федерации и уже есть к этому определенные звоночки. Ну, я говорю о действующих санкциях, о беспрецедентном бюджете на войну, который, они уже опубликовали этот бюджет, который забирает длинную долю денег с образования, с медицины и еще с очень многих сторон российской действительности, что Россия сломается так же, как Советский Союз экономически. То есть то, что инфляция, кстати, тоже показатель, рубль скачет, как заяц, то сто, то не сто, и я думаю, что это не предел. То есть холодильник, в конце концов, должен победить. И второй путь это демонстрация какого-то очень серьезного успеха вооруженных сил Украины, ну, например, окружение, я сейчас фантазирую, окружение Бахмута, какой-то там многотысячной группы русских, с демонстрацией этого всему миру. То есть приблизительно то же, что демонстрировал Советский Союз, когда окружил группировку в Сталинграде. Вот если мы сделаем что-то подобное с Бахмутом и окружим несколько тысяч русских, при этом не убивая их, а именно показав, что вот, ребята, вот посмотрите, к чему ваша война приводит. Вот это тоже сможет иметь определенный эффект, но мощь пропаганды, скорее всего, с этим она сможет бороться, я так думаю. Но, тем не менее, это один из тех сигналов, который с населением, да, это сможет бороться. А вот с военными, которые на территории Украины, с русскими военными, здесь пропаганда ничего не сделает, потому что там очень быстро остается информация, что там 2-3 тысячи русских солдат оказались в окружении и были взяты в плен. То есть эта информация, это моментально должно, ну не моментально, но быстро должно привести к жесткому падению морально-психологического уровня русских войск и, естественно, бегство, сдача в плен и прочие вещи, которые связаны с то, что было в царской русской армии в 2018 году, когда массовый побег с германских фронтов. Спасибо большое за интервью. Хорошего вам дня.